Микс Ньюс. Как сделали свой выбор. Только на Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова и напомню, что каждую среду мы посвящаем наши эфиры алкогольной, наркотической или игровой зависимости. Сегодня у нас много гостей в студии программы «Выбор». Это психиатр Артур Слукина. Здравствуйте. Здравствуйте. Участник общества анонимных алкоголиков «Алгис». Здравствуйте. Также участник общества анонимных алкоголиков «Артур». Здравствуйте. Участник общества анонимных игроманов «Андрис». Здравствуйте. Добрый вечер. Да, микрофон, пожалуйста, если можно. Добрый день. Извини. И священник Латвийской Православной Церкви, отец Александр. Здравствуйте, отец. Добрый день. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете звонить и задавать вопросы. Ну вот, поскольку сегодня мы говорим о зависимости от игромании и алкоголя в большей степени, начнем с истории нашего гостя «Алгис». Как зависимость от алкоголизма появилась в вашей жизни, потом формировалась в дальнейшем? Добрый день, выздоравливающий алкоголь и кальгис. Моя зависимость формировалась так. Я пить начал, можно так сказать, поздно, видимо, по сравнению с другими людьми. Я учился в закрытом учреждении, и поэтому алкоголь там, ну, однозначно, был неприемлем. И поэтому где-то конкретно я начал употреблять уже, наверное, годам 22-23. Вот. И, ну, наверное, моя зависимость развивалась. Я не осознавал вначале, что я зависимый человек. Мне оказалось это все легко, весело, хорошо. И потом постепенно у меня начали появляться все симптомы зависимости моей. И, ну, мне всегда было мало. Вот это, если где-то какой-то был праздник или какое-то было застолье, если обычные люди могли, ну... Контролировать? Контролировать, да, выпитое, то мне всегда праздник должен был продолжаться. И вот так длилось какое-то время, и я полностью, ну, перестал себя контролировать. И я начал, скажем так, по социальной лестнице опускаться ниже и ниже. То есть вначале у меня было хорошо. Был дом, были квартиры, был небольшой бизнес. Но потихоньку, с течением времени, я еще не осознавал, что у меня есть зависимость. Все это начало разрушаться. Я потерял свой бизнес, я потерял место проживания. В конце концов, вот это все, все мое безумие кончилось тем, что я оказался в местах не столь отдаленных. Ну, это был такой, наверное, закономерный итог. Хотя, я не знаю, возможно, это и спасло меня, как ни парадоксально, от гибели. Потому что уже перед тем, как я поспал в места не столь отдаленные, у меня уже было потеряно почти все. И парадокс в том, что когда я находился там, мне казалось, все, нету никакой проблемы. Мне все время казалось, что в моей зависимости виноваты люди, виноваты обстоятельства, мне мало денег, мне мало связей. Вот если только это у меня будет, то, соответственно, у меня будет все. Но уже когда я оказался по ту сторону баррикад на свободе, все это продолжалось. И к своему ужасу я потерял все. И вот это мое безумие, у меня еще оставалась квартира. И опять же, я эту квартиру, у меня безумные идеи, я ее закладываю. Соответственно, я остаюсь на улице. Я остаюсь на улице, умирает мать. У меня еще остается квартира. Я ее уже в конкретном употреблении, я опять ее теряю. Абсолютное, полное безумие. И в конце концов, я оказываюсь на улице без ничего, без семьи, без денег. Вообще в полном, полном одиночестве. И я вообще не знаю, что мне делать. И не знаю, люди, обстоятельства меня привели в дом матери Терезы. Я еще вообще не знал ничего ни о программе, ни об анонимных алкоголиках. И вот в этом доме я получил все. Я получил любовь. Там я узнал, главное, я получил любовь. Я всю жизнь жил по принципу, не верь, не бойся, не проси. И мне было очень, ну, мне очень было тяжело верить людям, понимать людей. А вот там, в монастыре матери Терезы, я получил, наверное, самое большое. Вот эту всеобъемлющую, все поглощую. Чувство заботы. Да, чувство заботы, чувство любви. И, ну, хотя до этого, до того, как я попал, до того, как я оказался на самом своем дне, я пробовал все. Но я пробовал это под воздействием людей, родственников, знакомых. Какие-то способы выздоровления вы сейчас имеете в виду? Да, я обращался к врачам. Я кодировался один раз, второй раз, третий раз. В общей сложности я кодировался где-то 4 или 5 раз. Я обращался к всяким бабушкам, дедушкам. Они там что-то надо мной шаманили, делали. Но опять этого было очень мало и недостаточно. Проходил месяц, другой, и опять возвращался к той жизни. И вот только когда я получил эту любовь, эту заботу и узнал, что такое программа, меня не сразу, скажем так, я понял эту программу. Но я уже стал по-другому. Меня сёстры покрестили. Программа «12 шагов» вы сейчас об этом говорите? Да. Программа «Выздоровление», по которой следуют анонимные сообщества. Да, да. И потом я пришёл в программу. Но когда я пришёл в программу, я тоже ещё ничего не понимал. Я просто в моей завистии... Мне надо было идти на программу. То есть такие были условия. Это не было моё личное желание. И только когда до меня дошло, и я начал проходить программу с желанием, то есть у меня появилось желание... Ну, самостоятельно выздоравливать. Самостоятельно, да, выздоравливать. Я получил тепло на группах. Я нашёл наставника. Я с ним начал проходить эту программу. И у меня... У меня всё начало меняться. У меня появилась семья. У меня... Мне начали налаживать соотношения с родными. Мои дети, о которых я зачастую не помнил, не знал, они каким-то чудесным образом нашли меня, простили меня. И у меня был такой, ну, случай. Я был... Ну, проходил третий шаг. Сейчас, минутка. Да. Алгиз, если можно, дадим сейчас сказать нашим другим гостям. И чуть позже вернёмся к вашей истории. Потому что о пути выздоровления мы ещё поговорим в рамках нашего эфира. Может быть, чуть позже. Вот, Андрес, вы были гостем программы «Выбор» и говорили о своей игровой зависимости, о том, что зависимость на самом деле – это обезболивающее. А болезнь... Обезболивающее от болезни, да? В таком, может быть, не самом хорошем смысле. А болезнь – это сама жизнь. Вот как пришло это осознание к вам? Да, ну, это только моё мнение. Да. И тут вся прелесть в том, что каждый имеет... Может иметь своё мнение. Так что я не претендую на то, что это какая-то истина, да, но... Это ваше ощущение, то, как вы это воспринимаете, может, образно даже в чём? Да, да. Я думаю, что это относится к моей жизни. Я не знаю, как там у скрываться о них людей. Но, да, по-моему, это действительно так. Потому что я употреблял алкоголь и азартные игры для того, чтобы избежать боли, для того, чтобы улучшить свою жизнь. Я просто был очень несчастен. Вот и всё. Я пустошён, да? Это пустота, которую нужно было заполнить. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что я создавал пустоту вокруг себя. Может быть, и так. Ну, хотя это вообще очень труднообъяснимые вещи. Так что я не знаю, что дальше сказать про эту тему. Да, это сложно объяснить, как вы говорили, в том числе. Очень сложно, да. Это действительно очень сложно объяснить. Потому что, если мы посмотрим на зависимость как таковую, мы можем смотреть, с одной стороны, это будет как болеутоляющие. С другой стороны, это будет как бы сама проблема в человеческой жизни. А всё зависит от угла, под которым мы смотрим на проблему. Так что... Артур, Вы также в этой программе говорили о том, что сравнивали свою алкогольную зависимость с лифтом, который постепенно опускается вниз. На каждом этаже, вот такое вот красивое и страшное сравнение, выходят близкие тебе люди, и в конце наступает уже конец, и конец этой жизни. Если опуститься до конца. Да, теряешь всё, что дорого. Как можно остановить этот лифт? В моём случае... Да, как это было в Вашем случае. Мне помогла программа выздоровления нанимных алкоголиков. Если вернуться к определению самой болезни, всё-таки я бы хотела тоже сказать своё мнение, то корень проблемы — это эгоизм. Эгоизм и эгоцентризм. Когда я зациклен на себе, вот оттуда у меня и появлялась эта жалость к себе, которую надо было утолять, как-то сглаживать. Я был только на себе закрыт. А вот как раз третий шаг программы выздоровления, по которой начал говорить Альгис, это мы пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем я, может мне помочь. Только. Да, в этом случае это Бог. Да, и вот... Ну, каждый понимает его так, как... Конечно, конечно. Потому что в программе, в том числе, участвуют и люди неверующие, атеисты. Безусловно. По-своему. Безусловно, конечно. Концепт этой высшей силы. Да, ну, я говорю только... Я делюсь только своим опытом, да. Господин Утина, как бы Вы могли охарактеризовать зависимость, как врач-психиатр? Что это? Это азартная и алкогольная зависимость. Да. Ну, вообще-то у нас в жизни есть много таких здоровых зависимостей. Может, можно охарактеризовать, чтобы люди поняли через такое понятие. Например, одна из здоровых зависимостей – это любовь. При любви со стороны биологической стороны в нашем мозгу формируется, например, допамин. Допаминовая система также отвечает, например, на целеустремленность. Если нас что-то интересует в жизни, допамин выделяется, когда мы, например, путешествуем. И зависимость возникает, когда в мозгу возникают связи между допаминовыми системами и всё равно какой другой системой. Это может быть алкоголь, наркотики, азартные игры, интернет, или какой-то особый вид секса. Ну, то есть, в принципе, любое поведение может формироваться со временем как зависимость. Даже очень странно. Если всё это перерастает в навязчивость и неконтролируемую регулярность. Да, то есть, допамин способствует исканию удовольствия. То есть, это не гормон счастья, а он заставляет предвосхищать удовольствие. И поэтому, если человек воздерживается от какого-то поведения, у него в мозгу возникает предвосхищение этого удовольствия. То есть, он должен всё время бороться. Вот, если я сделаю то-то, то-то, мне будет очень хорошо. Хотя, на самом деле, иногда этот допамин обманывает. Не так-то уж и хорошо после этого. Но такая как бы сама... Как это сказать по-русски? Самообман. Да, так можно сказать. Возникает такой самообман. И поэтому, ну, у людей трудно откладывать это удовольствие. Это то же самое, если зависимость от еды, да. Та же самая допаминовая система. Вопрос в том, что, если мы говорим сейчас об алкогольной зависимости, да, и об игровой. Алкогольная – это зависимость от химического вещества, а игровая зависимость – это зависимость от процесса. А в чём отличие в подходе к при лечении в таком случае? Если здесь есть химическая зависимость, а другой – нет. При таких химических зависимости, как вы знаете, есть кое-какие лекарства или заменители. Но это один из способов лечения. То есть, ну, там можно пытаться использовать эти лекарства, которые выписывают наркологи. Хотя они не очень-то и эффективные. Кое-какие лекарства есть, которые снижают импульсивность, можно использовать и при игровой зависимости. Но там, ну, такой выбор не такой большой. Но в основном, что общего между этими лечениями, скажем, в таком психотерапевтическом плане, человек должен научиться откладывать удовольствие. То есть, нужно научиться уживаться с такими негативными эмоциями. Нужно научиться их контролировать. А не пытаться, ну, как здесь правильно, в принципе, сказали, там, бальзам на душу или самолечение. Это одно из таких основных теорий психиатрии и психотерапии, что, например, алкоголь – это как бы такое самостоятельное лечение от депрессивных и тревожных расстройств. В очень частых случаях. И потому что лучший способ за жизнь не удалось найти. И в связи с этим, вот, возникает такой выбор. И тем больше человек преследует этому выбору, тем больше эти связи в мозгу укрепляются. Отец Александра, с точки зрения религии, как объяснить зависимость, на чём она строится? Ну, с точки зрения всей религии, я не берусь отвечать. Ну, мы про православность, честно говоря. Да, о христианском понимании можно сказать следующее, что речь идёт о страстях греховных и негреховных страстях. Вот если переводить, как был такой Григорий Неакисарийский, Ориген у него был учителем, он говорил, Оригену Бог дал такой талант переводить божественный язык на человеческий. Вот если применить к нашему сегодняшнему разговору, то вот греховная страсть, она та, которая пленяет человека настолько, что он теряет смысл жизни, я бы сказал. А страсть, которая присуща просто природе человека. Вот, например, голод ещё по учению церкви может не перейти в стадию чревогодия. Или там жажда, когда мы хотим пить по страстям своим природным, она ещё не переходит в упивание, в том числе в такие напитки, как алкоголь и так далее. Если Господь благословляет, плодитесь и размножайтесь, это ещё не значит, что человек будет зависим от страсти, как я слушал передачу с эксопатологом, от этой страсти блуда. Поэтому, конечно же, нужно сказать, что в древности, даже вот в истории Руси, попечение о заболеваниях различного рода психических несла всегда церковь. И конкретный монастырь отвечал за попечение тех или иных болящих. И только из очерков православной психотерапии Авдеева, такой кандидат в медицинский наук, психотерапевт, православный верующий человек, он говорит, что только с конца, ну, с 17 века, вот всё больше и больше это становилось наукой. То есть, да, что всё можно объяснить реакциями там и так далее, да, вот логикой. Но церковь христианская всегда исходила из того, что природа человека — это тело, душа и дух. — Дух. Вот я слышу Альгиса, на мой взгляд, это яркая интерпретация того, что в начале его жизни, жизненного пути он имел и любовь, и уважение близких, потом теряет её, да, вот некая сила вторгается в его жизнь, и потом он опять приобретает сначала заботу ближних о нём, а потом и сам, как я понял, семья создаётся или восстанавливается, да, и дети появляются, как он сказал, неведомо откуда и как, да нашли меня. Здесь никак не обойтись без любви. Вот евангельская притча есть, которая хорошо характеризует помощь близких, родных, друзей, что вот я вижу в анонимных алкоголиках, о четырёх друзьях, которые принесли к ногам Иисуса, положили человек, который расслабленный был. Что это было, мы не знаем. Какое его состояние, да? — Ну, было какое-то заболевание. Но Господь говорит, поверья их, прощаются тебе грехи твои. Начали размышлять себе фарисеи, это из толкования Священного Писания, это кто он такой, чтобы мог грехи отпускать. Ах, раз вы считаете, что это сложно, да, вот сказать, тогда сделаем ещё сложнее. Встань и ходи, возьми свою постель и иди. Ушёл на глазах у всех здоровый. Мы понимаем, что исторически мы не можем этого проверить. Это лишь Священное Писание. Но оно удивительным образом переходит на взаимоотношения тех, кому дорог этот человек, и самого зависимого, самого болящего. Поэтому мы, конечно, в Церкви призываем, сейчас приглашаем, практикуем эти случаи исцеления, а не такие стопроцентные, можно сказать. Когда, например, вся семья, весь род, как и было в древности, да, вот если пришла беда какая-то, это не обязательно болезнь. Голод, там, саранча, там, тиф, да, и так далее. Всеми поселениями становились на 40-дневный пост, кстати, сейчас рождественский пост, и сегодня праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, чем наших православных слушателей поздравляем. И вот тогда удивительным опять образом, да, скажет человек далёкий от веры, уходила саранча с полей, да, болезни проходили, причём без особых врачеваний и так далее. Так что вера, она здесь фундаментальна для нас, вот, для того, чтобы преодолеть вот страсть такую пагубную. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, а потом вернёмся и продолжим программу «Выбор». Говорим сегодня об алкогольной и зависимости, и зависимости от азартных игр. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Выбор». Яна Смирнова, сегодня у нас много гостей. Врач-психиатр Артур Слутина, здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас участники общества анонимных алкоголиков Алгис, здравствуйте. Здравствуйте. Артур, здравствуйте, участник общества анонимных игроманов Андрис, добрый день. Добрый день. И отец Александр, священник Латвийской Православной Церкви, здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефону прямого эфира 6212-93-9 и 6213-93-9, вы также можете присоединяться, уважаемые радиослушатели. Ну вот мы, как раз я остановила вас, Алдис, вы хотели рассказать историю о третьем шаге, и я так понимаю, что это как раз тот самый концепт высшей силы, о чем говорят в анонимных содружествах, о том, что высшая сила – это не обязательно Бог, так как, как мы уже оговаривали, в участнике есть и атеисты, и неверующие люди. Так или иначе, какую роль играет высшая сила в выздоровлении, конкретно вашем, и вот на примере вашей истории? – Еще раз добрый день за алкоголь и кальгиз. Ну, у меня это произошло так, я когда проходил программу с наставником, то есть, нас говорят, это третий шаг, припоручили свою жизнь, свою волю Богу, как мы его понимаем. Я это делал у сестер-матери Терези в капелле, и вот такой интересный момент у меня был. Мне казалось, когда я выполнял это действие, что я там находился очень мало, наверное, минут 10-15. У меня такое было представление времени, но когда я спустился вниз капеллы, мне мой наставник сказал, что ты там был почти два часа. То есть, это не значит, что у меня вот сразу все, это пропала тяга. Нет, я работал и работаю сейчас по программе. То есть, все, вот эта зависимость уходила постепенно. И вот что со мной произошло, я не могу объяснить словами. Вот что-то произошло, я как бы выпал из времени вот на тот момент, когда я делал это припоручение. И потом, впоследствии, когда я работал уже дальше по программе, анализировал себя, отдавал долги, у меня было очень много долгов. Вот тогда у меня лично начали происходить, как я уже говорил, чудеса. И для меня сама отдача, как у нас говорится в программе, отдавая, получаешь. Мне было это очень тяжело. Я не знаю, в какой момент у меня пропала тяга. Она просто пропала. То есть, я вижу алкоголь, я вижу пьющих людей. Но все это параллельно. Это параллельно моей жизни. Она не влияет на меня. И чтобы мне лично оставаться трезвым, мне надо служить. Я веду людей по программе. Мы ходим к осужденным в центральную тюрьму. То есть, мы отдаем людям. И вот у меня был такой опыт. Вот мы когда приходили в центральную тюрьму, я по своему опыту знал, ну что я могу... Я же знаю, как они будут реагировать. То есть, вот это ложное мое представление, что я знаю, как они будут реагировать, не давало мне просто отдать свой опыт. У меня было вот такое предубеждение. И только когда я это отпустил, я это отдал наверх, как мы говорим. Только тогда мне стало легко говорить. Я увидел у людей, сидящих напротив меня, понимание. И если даже среди 10-20 я увижу у кого-то искорку, понимание вот этого, что людей это интересует, людям это помочь. То есть, мне, я сейчас, еще один из важнейших наших принципов, это честность. То есть, вот у нас это основа основ. Честность. То есть, если я применяю принципы программы в быту, в семейной жизни, на работе, если я их... Я не стал святым человеком, но если я что-то где-то нарушил, мне некомфортно, мне плохо. Если я поступаю неправильно. У нас есть определенные, скажем так, принципы, упражнения. Если мне плохо, если я что-то делаю неправильно, что мне делать? И вот когда я это все делаю, мне тогда, ну скажем, хорошо, мне тогда комфортно. То есть, соврать, сделать неправильно, мне уже претит. То есть, я тогда чувствую себя, что я не на своем месте. И я не делаю этого. Как раз о понимании, господин Утинас, вот интересно, насколько врач-психиатр, который, ну, не прошел зависимость от тех или иных веществ или процесса, может по-настоящему понять зависимого? Ведь известно, что сытый может понять голодного только тогда, когда сам будет недоедать. Вот в этом смысле, насколько понимание оно может быть абсолютным с пациентом. Ну, абсолютное понимание не может быть. И, конечно, нам трудно понять многие вещества, многие, скажем, переживания, которые происходят у зависимого. Да, потому что, ну, наука считает, что тут не вопрос воли, вопрос воли вот разного рода, скажем, таких эмоциональных программ, которые у нас в мозгу. Я, например, не алкоголик не потому, что у меня сильная воля, а потому что, например, некоторые ферменты у меня есть, у которых у других нет, например, алкоголь дегидрогеназа или ацеталдегидрогеназа, который, ну, как бы разрушает этот алкоголь. Например, если я выпиваю, у меня настроение улучшается, ну, только немножко, да, из-за того, что у меня активный алкоголь дегидрогеназа, то есть у меня, скажем, болит голова, да, то есть у меня нет никакой тяги пить, потому что, как бы, радости мало, а голова болит долго. И в связи с этим я не становлюсь зависимым. То есть организм не предрасположен к алкогольной зависимости. Да, то есть я это всё, выпивку, переживаю совсем по-другому, да. Но что относится к психотерапии, мы их посылаем, то есть если есть реальная зависимость от алкоголя, ставим такой диагноз, то я обычно посылаю в общество анонимных алкоголиков. И если он, по крайней мере, на психотерапию беру, если он, по крайней мере, несколько шагов прошёл, и он хочет решать какие-то эмоциональные взаимоотношения в семье, там романтические взаимоотношения, какие-то с коллегами взаимоотношения, да, то тогда он может возвратиться на психотерапию. Психотерапия – это долгое, дорогое, то есть если зависимому нужна помощь, там, в четверг я принимаю во вторник, то он эту помощь получить не может, поэтому он её может найти в своей группе, и в таком смысле мы всегда посылаем на группу. Если есть какие-то заграничные, там, какие-то западные страны, где есть хорошо отлаженная система, и там есть финансирование вот этих психотерапевтических методов, может быть, там, скажем, те же самые неверующие атеисты могут участвовать в так называемой групповой психотерапии, которой руководит какой-то профессионал, который тоже в большинстве случаев является бывшей зависимой, да, то есть, ну, не такой, который вообще этими проблемами не страдал. Вот, Артур, как раз о бывших зависимостях нередко люди, ну, обыватели говорят, что же это такое, сообщество анонимных алкоголиков, если там больные лечат больных, вот эта формулировка используется. Что вы по этому поводу можете сказать? Насколько вот это понимание, для понимания зависимости необходимо, чтобы человек сам через это прошёл, и вот на примере содружества? Ну, если взять даже нашу литературу, я хотел бы такую одну цитату привести, что в каком-то моменте мы порядком в своей жизни, да, приводим её в порядок. Это цитата. Мы сейчас приводим в порядок нашей жизни, но это не сама цель. Настоящая цель – это быть максимально полезными Богу и окружающим людям. И вот мы там, люди, которые уже находятся в какой-то трезвости, более или менее продолжительной, в каком-то уже статусе, ну, что появился выбор. Вот появился выбор, что уже, если когда я в зависимости, у меня выбора нет. У меня выбор один только употреблять дальше. Сейчас у меня есть выбор – употреблять, не употреблять. Быть полезным, быть бесполезным. Поступать хорошо, поступать плохо. Ну, такие вот чёрные, белые, да, вот это всё уже есть. И я могу помогать. И когда я это делаю, я себя чувствую нужным. Тем людям, которые только встали на этот путь. Конечно. И это приносит очень большую, действительно, радость. Андрей, что касается понимания, понимания со стороны близких, потому что, например, нередко зависимые игроманы говорят о том, что до последнего близкие не знали о том, что, скажем, человек в их семье злоупотребляет азартными играми. То есть это без каких-то явно выраженных признаков, может быть, визуальных проходит. И поэтому чаще, как сказала вот врач-психолог у нас в программе, жена думает, что у мужа любовница, нежели чем что он играет. То есть вот такое определение. Что касается понимания, все-таки, насколько зависимому от игромани необходимо вот это понимание того, что переживает он со стороны именно близких? Как вы считаете? Сколько он ждет этого? Это очень трудный вопрос. По-моему, тогда моя жена должна была подозревать, что у меня более десяти любовниц. Такой гарем. Да, да. Потому что меня дома не было практически. Ну, потому что, как я уже не раз говорил, это очень дорогая зависимость. И для того, чтобы ходить в игровой зал, надо иметь очень много денег. И я должен был работать очень много. И только тогда я имел возможность поиграть, проиграть, по сути дела, эти деньги. Да, но интересно то, что я даже никогда не надеялся на какое-то понятие моей проблемы от моих близких. Потому что, ну, как я могу надеяться на то, что меня кто-нибудь другой поймет, если я сам не понимаю, что со мной происходит. Так что на это я абсолютно никогда не надеялся. Ну, было, конечно, у меня такое, такое, как бы, желание, чтобы простили мне всё, но понять-то они всё равно не могли бы меня. Потому что я сам не понимал, что я делаю и почему я делал. Я только теперь начинаю это понимать. Всю суть этой зависимости. Не только азартных игр, но и алкогольной зависимости тоже. Отец Александр, может ли священник понять то, что внутри у зависимого, то, что он переживает? Ну да, чтобы понять, для этого не надо становиться самому зависимым сначала. Потому что священнику даётся такая благодать, где он, опять же, пользуясь опытом церкви, да, вот, а он немалый, и, естественно, своими молитвами за стражащего он, ну, конечно же, и советом, да, может помочь этому человеку. Вот, конечно же, здесь всё зиждется на осознание это раз. Одно дело, даже тайна исповеди, да, вот таинство исповеди и покаяния, оно различается немножко от простой формального перечисления твоих грехов. Ну да, я вот хожу там туда-то, я вот выпиваю, я тут. И понимание покаяния. Вот когда оно наступает, это покаяние хорошо, когда рядом с этим человеком находится священнослужитель, если это человек верующий, если он понимает, что он попал в греховную именно зависимость, где есть понимание, что этот плод был запретным. И поначалу ему просто нужно подать руку. Вот когда в евангельском повествовании Пётр идёт навстречу Господу по водам, я тоже хочу, и вдруг начал тонуть, то Господь сначала ему руку подал, потом в лодку ввёл, а потом только спросил, почему ты усомнился, и тебя рядом. Вот здесь точно так же, на первых порах, да, ему не нужно, не показаны никакие там долгие молитвенные чтения, правила и так далее. Достаточно этого покаяния сердечного, осознания того, что он в падении. И хорошо, если тот священник, который окажется рядом, будет плакать вместе с этим человеком о его состоянии, оплакивать этот грех и через это молиться. И таких случаев очень много в выздоровлении. Конечно же, мы далеко от тех времён ушли, когда Пётр Первый предписывал там гирю восьмикилогровому вешать медаль за пьянство, да, человеку, и обручем схватывали горло, да, и носил он до двух недель. Ну, насильно можно любого сделать трезвым. Но в том и суть нашего понимания, что человек, осознав, должен сам, как вот Альгис рассказывает, свободно выбрать дальше, для чего живу. Насколько долгосрочна эта история, когда человека насильно заставляет. Совершенно недолгосрочно. Вот опыт пребывания в тюрьмах, он говорит о том, пока человек там, он может даже вообще не употреблять. Но как только он выходит на свободу, он не может распорядиться этой свободой зачастую в себе во благо. И это очень прискорбно. Приходилось вам сталкиваться среди прихожан с теми зависимыми, которые уже достигли такой финальной стадии? В финальной стадии падения или выздоровления? Зависит от падения, да. Ну, эти люди, когда в финальной стадии он не входит в храм, если можно так грубо сказать, или его вносит кто-то, или он в состояние опьянения заходит. Конечно же, здесь важно его не отторгнуть. А финально это когда вообще не приходит. Но приходят родственники, приходят близкие. И по любви своей к этому человеку спрашивают, в первую очередь, что делать. Вы знаете, один случай есть, конечно, не о греховной страсти, но о болезни страшной, смертельной. Раковое заболевание у старца Паисия Святогорца. И это есть ответ на вопрос, как помочь близким и в наших случаях. Пришли родственники и говорят, один из них старец, это 20 века святой, уже канонизированный Паисий, известный святогорец. Как нам быть? Да, вот дочь болеет, раковое заболевание, и она умирает. Он говорит, а у тебя есть какая-то страсть, которую ты можешь прекратить ради нее, чтобы Господь ей послал помощь. Ну, казалось бы, какой логике, вот, никак научно это не обосновать. Он говорит, ну, вообще-то я стараюсь жить по заповедям, ну, а ты куришь? Я курю, да. Вот брось курить, и она выздоровеет. Это описано, этот случай, таких случаев очень много. Этот человек ради нее, а значит, ради Христа, ради любви к ней, эту страсть себе, ему непросто было, но он поверил старцу на слово, и она выздоравливает, и врач констатирует, она совершенно, абсолютно здоровая. Этот же подход присутствует и в помощи нашим страждущим. Вот буквально перед передачей, с два часа до этого позвонил молодой парень, вот, который был и есть зависим пока, зависимый наркоман, уже серьезным таким стажем, хотя и молодой человек, и он, выйдя из больницы, куда попал очередной раз, а там были лекарства сильные действующие, я не знаю их природу, но он тут же обрел то, к чему душа страстно его тяготела, укололся, и получилась передозировка, и он опять туда же попал. И долгие вот молитвы за него, врачевание, а теперь он звонит мне за два часа до нашей передачи, говорит, батюшка, благословите мне вот по программе Миннесота попробовать, там, я должен там месяц пробыть. И я его благословил, ну, Бог благословит, конечно, иди, чтобы ему не оказаться в той среде, которая тут же подбегут и предложат. Вот, и, конечно же, он покаялся, в больницу к нему ездил, и причастили его к святых христовых тайн. Это наш опыт, он такой серьезный, он основан на столетнем, тысячелетнем опыте церкви. Артур, что помогло вам найти пути выздоровления, и как вы ощутили это дно, как толчок к самому пути, к тому, чтобы начать выздоравливать? Я, как уже говорил, я ощутил то, что дальше будет все только хуже. Тут нету так, чтобы... Тяжесть последствий, тяжесть последствий, все ухудшающихся и ухудшающихся, привела меня к решению, что уже нужно предпринимать действия, чтобы отсюда выходить. Те действия, которые я до этого предпринимал, медикаментозные и эти так называемые кодировки, мне не помогли. Я решил попробовать еще один способ. Пришел, получил, можно сказать, чудесным образом получил свое выздоровление. Очень этому рад. И постараюсь передать это максимальному количеству людей, которых страждущих очень много. Их действительно очень много. Нуждающихся в помощи. Нуждающихся хотя бы в том, чтобы они узнали об этих возможных способах, об этих возможных решениях. И спасибо вам за эту возможность тоже. Андрей, что для вас стало основной возможностью для того, чтобы начать выздоравливать? Возможность оставаться живым, по-моему. И желание к этому? Нет, желание как раз у меня так особого и дня было быть живым, потому что моя жизнь, она не была какой-то такой прекрасной вещью. И я был очень несчастен. И жить мне как раз-то не хотелось особенно. Но так как у меня не хватило смелости покончить с собой, так я думал, ну надо что-нибудь, наверное, принять. Как бы попробовать хотя бы. Ну так я и попробовал. Получилось. Ангель, что труднее всего давалось в процессе выздоровления? Труднее всего лично мне поверить людям, поверить в программу. Вот это мне было трудно. То есть у меня шло вначале очень сильное отрицание. И только любовь, и только вот эта вера. И потом отдача, когда я начал отдавать. Когда я начал. Сейчас вас сопровождают риски в трезвой жизни? Вы знаете, я быстро, вот, риски. Ну да, я живой человек. И, конечно, есть искушение соврать. Есть. Но что касается алкоголя, алкоголя, у меня тяга просто пропала. А вот поступать и вести себя, скажем так, честно, по совести, да, это не всегда просто. Это не всегда просто. Ну вот это было, я сказал. Вот эти риски. Жить, используя принцип честности, благородства, жить по программе, как мы говорим. И применять эти принципы в семье, в социуме. И, конечно, не всегда это у меня получается. Но у меня есть инструмент. Господин Утинас, как Вы считаете, как психиатрия помогает в этом? Помогает в том, чтобы зависимому выздоравливать после осознания, наверное, того, что зависимый действительно присутствует в его жизни? Ну, я думаю, это основная программа Миннесоты, куда поступает зависимый и в этой программе. Она начинается с такого комплексного лечения, начиная лекарствами, кончая несколькими видами психотерапии, как индивидуальная, групповая и семейная. И именно в результате этих психотерапий иногда получается, что человек получает какой-то инсайт, осознание своей проблемы. И он решает, что он, выйдя из этой программы Миннесоты, будет продолжать. Но только так. Ну, вот, уважаемые гости, наверное, может быть, кто-то из Вас ответит, кто-то, возможно, нет, но или как-то ответите по очереди. Как Вы считаете, исходя из Вашего опыта, из Ваших практик, есть ли безнадежные случаи алкогольной, игровой зависимости в данном случае, когда помочь просто невозможно? Да, Андрис. Да, я могу сказать, что определённо есть такие случаи. Потому что очень много самоубийств на почве азартной зависимости. Из-за алкоголя тоже. Интересно то, что мы не считаем, что если, например, человек погиб в аварии, да, это как бы ДТП, но по сути дела, если он был пьяным, да, это из-за алкогольной зависимости, наверняка из-за этого, да. Да, но статистика так не ведётся. Да, 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 обычно это не считается, когда, если человек погибает в каких-то обстоятельствах, что там из-за алкоголя это. Ну, так что тут очень трудно вообще какие-то статистические данные подобрать к этому делу. Но я думаю, ситуация очень-очень плоха. Она очень плоха. И те, которые выздоравливают от обеих этих зависимостей, они могут считать себя очень-очень счастливыми людьми. Да, отец Александр, согласитесь с тем, что... Таких случаев безвозвратно утерянных душ, конечно, много. И они, можно сказать, в большинстве. Знаете, кто бывает на кладбище, священник, как никто бывает, вот нельзя не заметить, как много новых захоронений молодых людей ещё. И когда начинаешь спрашивать, а этот от чего, а этот от чего, по сути, или от того, или от того из тех случаев, или наркозависимость чаще всего, или беспорядочная жизнь, потеря всего любви, семьи через алкогольную зависимость и так далее. Конечно же, церковь усматривает, что самым большим грехом в этом случае является не наркозависимость, не алкогольная зависимость, а упорство воли. Вот когда ты уже понимаешь, что природа твоя не столько телесна, сколько духовна, недаром наши собеседники часто употребляют слова «не знаю, как это получилось», «почему-то», «откуда-то», «чудо», это никак не объясняется с точки зрения научной, это душа реагирует на те или иные состояния, и когда ты её замыкаешь на себе, как христианский писатель Льюис говорит, ключик от того, чтобы Господь вошёл в сердце твоё, у тебя и ты закрылся изнутри, не он тебя запирает, он-то стоит и стучит, впустишь ли. В этом смысле, вот почему и много таких случаев упорства воли. Но ещё помогает вот тот образ или ангел тьмы, как мы говорим, бес, который, да, природа его, мы не можем его объяснить, как и Бога, никто не знает, как и атеист не может сказать, почему он не верит в Бога, у него своя религия. Так же и здесь, но это учение от церкви, есть ангел-хранитель, есть бес, который будет тебя доводить до этого состояния. Если ты не очнёшься, если за тебя никто не молится, то очень трудно помочь такому человеку. Время нашей программы уже, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам, что вы пришли у нас. Сегодня мы говорили об алкогольной игровой зависимости. В гостях был врач-психиатр Артур Сутина, спасибо вам. Участники общества анонимных алкоголиков и игроманов и отец Александр, священник Латвийской Православной Церкви. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Благодарю за приглашение.